Тем временем на политическом поле Беларуси активно обсуждают свои перспективы. Премьер-министр Сергей Румас доложил главе государства о работе над проектом прогноза развития страны, бюджете и об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год. Президент отметил, его в первую очередь интересует развитие экономических процессов с учетом непростых внешних и внутренних вызовов, их влияния на финансовое здоровье беларусской экономики. А также поинтересовался позицией председателя правительства по верстке перспективных бюджетов на срок до пяти лет и модернизации самой структуры Совета Министров после обновления. Как мы в экономике развиваемся с учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Ну и, естественно, с выходом на финансы, поскольку вы, как уже прожженный банкир, ситуацию, наверное, сможете оценить, особенно в этой должности. Второе – планирование. Будущий год много слышу из средств массовой информации, пока у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства, премьерами, о том, что надо планировать и верстать бюджет на два, на три года, а может уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это. Но, тем не менее, пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 19-й год. Мы традиционно планируем 19-й год, какая работа в правительстве ведется. Ну и те вопросы с формированием правительства, структура, может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. Как сообщил премьер-министр, все плановые показатели на текущие и будущие годы, в том числе по росту ВВП и в сфере финансов, будут выполнены. Совет министров видит резервы не только для увеличения темпов роста экономики во втором полугодии, но и превышению прогноза по ключевым показателям. При этом одним из главных факторов замедления стало ослабление российского рубля и нерешенность по принципиальным для Беларуси позициям.